Так, ну наше семейство. У нас приехали Наталья с сыном. Как сына зовут Наталья? Вот Наталья с Сашей. Ну пока Саша, еще не Александр. Вот, и хотят выбрать, ну забрать мальчика. Это, полагаю, вы уже знаете какого. Вот, забрать квартиру. Где у нас Саша-то? Саша. Ты имя-то придумал? А, ну вот он к вам и бежит. Ваш. Так, ну вот, ребят, я отвезла Наталью с сыном Александром. Нет машин, но я говорю, довезу я вас чинком. Что ж вы там на такси на общественном транспорте будете, ну и заодно как бы уже буду знать, где живут. Очень хорошая семья, хороший мальчишка, хорошая Наталья, хозяйка. Будем обязательно на связи. Дай Бог, чтобы каждый хвостик находил своих любящих, добрых, ответственных хозяев. Всегда это очень радостно, это понимая, что все, что ты проходишь с ними, это все не зря. Ради чего ты преодолеваешь эти все препятствия, переживания и все прочее. Поэтому держим кулачки, чтобы у семьи все было хорошо. Ну и всем добра. Так, ну вот, Аня привезла нам нашего мальчика. Кто не знает его историю, в общем, были животные наши, Анины, на передержке у волонтера. Потом начались у нее какие-то проблемы, она этих животных отдала на другую передержку и ее не стало. И когда я поехала забирать Анины животных в передержке, там сидел вот такой чудик, всеми брошенные и забытые. То есть его бросили, он говорит, вроде как бы и выпустить, жалко, хозяин передержки. И в то же время никто не платит, особо там кормить нечем было. Но там у него были такие грустные, грустные глаза. Вот, я его забрала. Вот он нас прожил. Зимой, скажи, жил на улицу, ну скажи, хорошо, что будки с соломкой, мне было тепло с друзьями. У нас вроде есть запрос, мы сейчас поедем знакомиться. В любом случае, всегда я отдаю животных на испытательный срок, всегда отдаю с отслеживанием судьбы. Всегда отслеживаю их судьбу и всегда говорю людям о том, что что бы ни случилось, я своих подопечных забираю обратно. Поэтому не переживайте, но просто если, как пишут в некоторых комментариях, не боитесь, да я всегда боюсь отдавать. Но лучше я попытаюсь найти им хорошую семью, даже если я ошибусь, даже если животное не пройдет испытательный срок, я его заберу. Это лучше, чем эти животные будут пожизненно сидеть с нами в нашей такой большой общаге, в большой семье. Каждому животному нужен свой хозяин. И очень тяжело терять тех животных, которых ты не успеваешь пристроить, и которые проводят всю свою жизнь в стенах приюта и на твоих руках умирают. Это тяжело очень сильно морально, ты с каждым погибаешь, можно сказать, да ты же мой деловой. Но сейчас поедем знакомиться. Я всегда за них трясусь, я всегда переживаю, но я не могу оставить всех себе, у меня просто не хватит на всех времени, ласки. А каждому хочется своего человека пообниматься, поиграться. У нас, Саня, нет таких возможностей. У нас всего лишь двое. Так что мы едем в новый дом. Да, мальчик? Надеюсь, нам сейчас все будет хорошо, и все, и ты будешь в своем доме со своей хозяйкой. Ну так что мы поехали, там все обязательно покажем. Мальчик, идем. Ну чего ты испугался? Здрасте. Ну вот мы такие. Ну вот мы искупались, Кази. Старая мать, новая мать меня накупали. Вот, сейчас будем сусыться. Придонок в шоке. Имя не думали? Да не бросила на мальчика, откликается. Че, что? Мальчишку-то и деваться. Не знаю. Мама хайсила, говорит, давай украсть. Че, чего там? Ну-ка, тряханечко. Че, чего там, потрясись? Давай, трясись. Ай, так вот. Молодец. Ты молодец. Что, Махалос? Пойдем, пойдем. Пойдем. Давай, идем, осваивайся. Давай. Давай. Всего. Так, ну вот, пристроили мальчика. Будем теперь держать все это на испытательном сроке. Будем ждать фото-видео-отчеты. То есть, это рядом. Ну, это в городе, здесь рядом. То есть, всегда можем проверить. Всегда узнаю еще и адреса хозяев. Женщина понравилась, в принципе, мне вот по ответственности к собаке. То есть, ждала его. Купила ему уже рулетку, всю амуницию, искупали его. Так что, будем ждать фото-видео-отчеты. Ну, и держать кулачки за мальчиком. Всем добра. Подписывайтесь, дайте лайки, пишите комментарии.